Приветствую вас на библейском портале экзегет.ру. Сегодняшняя тема – 10 заповедей, происхождение и классификация. Терминология. Десять заповедей или десятисловия. Деколог – ряд религиозных и моральных предписаний, которые были изречены, а затем начертаны Богом на двух каменных скрижалях и даны народу Израилевому через Моисея на горе Синай. В библейском, древнееврейском языке они названы буквально 10 слов – «асерет га дворим» в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». Позднейшая раввинистическая талмудическая традиция использует несколько иное выражение – «асерет га деброт», имеющее тот же смысл и употребляемое, как и библейское выражение «асерет га дворим» в значении «10 заповедей». Слово «деколог» происходит от буквальной передачи еврейского выражения «10 слов» из указанных книг «Исход» и «Второзаконие». Перевод в греческом переводе «70» как «декологи» от «дека» – «10» и «логос» – «слово». Отсюда вошедший в христианскую письменность термин по-гречески он звучит как «декалогос», то есть «10 слов» или «10 слове», ну а мы с вами произносим как «деколог». Обстоятельства происхождения. В третий месяц после исхода из Египта Моисей привел народ Израиля в пустыню Синайскую. Три дня было отведено для усиленного приготовления народа к откровению Божию, причем под страхом смерти было запрещено переходить особую черту у подножия горы Синай, известной также как гора Хариф. «На третий день Моисей взошел на гору, на которой были громы, молнии и густое облако над горою, и вся гора колебалась и дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. Народ же в страхе стоял у подножия». Моисей говорил, и Господь отвечал ему голосом, говорится в книге Исход. Именно в этих исключительных обстоятельствах богоявления, феофании и произнес Господь десять заповедей. Причем голос Божий слышал не только Моисей, но и весь народ Израилев. К основным десяти заповедям впоследствии были добавлены другие заповеди, составившие закон Моисеев, но это уже происходило в результате личного откровения Божия еврейскому пророку. Десять заповедей как центральная часть завета Бога с еврейским народом. Преподание заповедей стало внешним выражением заключения завета Бога с Израилем. Но мы сегодня используем с вами термин «завет», а по-древнееврейски это слово звучало «берит». Берит, как и родственные ему семитские слова, употребляло значение «договор». Причем оно могло указывать на договоры самого разного характера – политические, торговые договоры, юридические договоры, как между лицами и даже целыми сообществами лиц одного уровня, так и между теми, кто стоит выше и, соответственно, ниже. Как и сегодня, тексты договоров в Древнем мире имели определенную структуру. И нам это известно благодаря тому, что археологи изучили древние тексты, в частности, тексты хетских договоров третьего и преимущественно второго тысячелетия до Рождества Христова. Можно говорить о том, что в Древнем мире договора имели вполне конкретную структуру. В начале шло введение, в котором указывали имена лиц, заключавших договор. Затем шли исторические обстоятельства договора. После этого условия и взаимные обязательства сторон. Наконец, говорилось о том, где хранятся экземпляры, когда и как читаются тексты договоров. Были свидетельства о намерениях участников и призывания богов. Но и в конце обычно шли проклятия и благословения. Надо сказать, что мы, когда сегодня с вами заключаем договор с кем-либо, у нас тоже есть основные части этой структуры. Но, по крайней мере, есть введение с указанием сторон. Обязательно указывается место, время и взаимные обязательства. Причем это происходит, даже когда мы с вами идем и, например, хотим приобрести сим-карту, для того, чтобы у нас был новый номер мобильного телефона. Договор обязательно заключается. Так что указывается и сторона мобильного оператора, и мы с вами указываемся. Указывается, где, в каком городе, какого числа, какого месяца, какого года мы заключили договор. Ну и затем, что нам предоставляет оператор, и что делаем мы с вами. Взаимные обязательства. И вот поскольку Бог заключает с еврейским народом возвышенный религиозный завет, но все-таки в смысле договора, то и в этом договоре можно увидеть определенную структуру. И поскольку 10 заповедей были основной, важнейшей частью этого договора между Богом и еврейским народом, то оказывается, в них тоже мы можем выделить определенную структуру. Как уже было сказано выше, первым пунктом в договорах было введение с указанием имен, заключающих договор сторон. И действительно так и в 10 заповедях «Я Господь Бог Твой». Указание на то, что с одной стороны Господь, Бог заключает договор, с другой стороны Ты, то есть еврейский народ. Далее второй пункт – это исторические обстоятельства, в которых заключается Синайский завет. «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Господь указывает, что «Я заключаю с Тобой договор, но уже прежде я сделал для Тебя благодеяние, и Ты можешь мне довериться, Ты можешь на основании испытанного, пережитого опыта, пережитой ситуации избавления от власти фараона, Ты можешь сделать вывод, что Я способен даже и на большее». Ну и, наконец, третья часть из указанной высшей структуры – взаимное обязательство сторон, как раз и указанное в 10 заповедях. Да, мы с вами должны констатировать, что с одной стороны большая часть обязательств со стороны еврейского народа, но есть и некоторые моменты, когда и Господь что-то обещает, например, благословение за исполнение той или иной заповеди. И вот поскольку 10 заповедей – это именно договор в древнем понимании данного слова, то очень важно помнить, что в европейских языках перевод десятисловия не совсем точен с формальной точки зрения, потому что у нас идет императив. Сказано «делай то-то» или «не делай то-то». Например, «не убей», «не укради», «не лжесвидетельствуй». Но когда заключается договор, то обычно указывается обязательство в форме достаточно спокойной, такой произвольной «ты не будешь делать то-то и то-то» или «ты будешь делать то-то и то-то». Поэтому если мы с вами смотрим древнееврейский текст, то мы там находим «ты не будешь убивать», «ты не будешь красть», «ты не будешь лжесвидетельствовать». И вот эта особенность еще раз подчеркивает, что, конечно же, десятисловие мыслилось как важнейшая основная часть договора, завета Бога с еврейским народом. Ну а остальные части, которые были упомянуты и которые не вошли в десятисловие – хранение экземпляров, свидетельство о серьезности намерений, благословение и проклятие – эти части тоже существуют в законе Моисеевом, но при этом уже в других текстах Пятикнижия Моисеева. Каменные таблички с Крижаби. Десять заповедей были выделены в качестве особенно авторитетных тем, что они были записаны Богом на двух каменных дощечках. По-еврейски «Луход Га-Эвен» или «Луход Га-Эванин». Эти таблички у нас называются «Скрижали» в наших переводах. Иногда названия «Скрижали свидетельства», иногда «Скрижали завета». Первоначально эти таблички были даны Богом Моисею в конце сорокадневного пребывания пророка на горе Синай, но были разбиты Моисеем, когда он, возвращаясь в стан, увидел отступление народа в одолопоклонство. После прощения Богом по молитве Моисея согрешившего народа израильского, Господь повелел Моисею сделать точные копии первоначальных каменных скрижалей, на которых Бог по вошествии Моисея на гору вновь написал слова десяти заповедей. Эти скрижали хранились в особом ковчеге Завета Господня, находившемся сначала в святая святых Скинии, а позже уже в святая святых Храма Иерусалимского. Иногда бытует представление, и оно даже вошло и в христианскую и вудийскую традицию, что на двух каменных табличках, на двух скрижалях был написан разный текст. На одной скрижали первые четыре заповеди, относящиеся к Богу, на другой скрижали с пятой по десятую заповедь, которая говорит о любви к ближнему. Однако современные археологические исследования подталкивают нас предполагать, что на каждой из двух скрижалей был записан один и тот же текст. Потому что если десять заповедей – это основная часть договора, то договор-то составлялся и в древности, и сейчас составляется обязательно в двух экземплярах, и каждый экземпляр отдается той стороне, которую договор подписывает. То получается, что и на каждой из этих двух каменных табличек должен был быть один и тот же текст. Подтверждение тому, что две скрижали имели один и тот же текст, мы можем найти благодаря библейско-археологическим исследованиям. Например, текст договора между египетским фараоном Рамзесом II и хитийским царем Хатусиле III, который был заключен в 1270 году до Рождества Христова, был продублирован для каждой стороны. Причем подчиненная сторона была обязана поместить свой экземпляр в храме божества, то есть в самом важном месте, что означало серьезность намерений. Египетская копия этого договора была найдена в Египте на стенах Карнака и Рамесея, хитийская в столице царства хетов Богоаскиоя, ныне восточной Турции. Это объясняет, по какой причине две таблички с одинаковым текстом могли находиться сначала во Святой Святой Скинье, а потом в храме Иерусалимского. Тот экземпляр, который принадлежал еврейскому народу, евреи положили в самое важное, в самое священное для них место, а именно в их святилище во Святой Святой, в Скинье. А тот экземпляр, который принадлежит Богу, также должен был быть размещен там, где преимущественно проявлял себя Бог, то есть тоже в святилище. Получается, что два экземпляра договора, две разные скрижали, попали в святилище двумя разными логическими путями, потому что одна сторона принадлежала Богу, другая еврейскому народу. Текстуальные варианты деколога. Слова Божии, произнесенные на Синае, были повторно изложены Моисеем для народа Израилева на равнинах Моавских, накануне вхождения еврейского народа в землю обетованную. Мы с вами помним о том, что Моисей повторно сформулировал закон и изложил его в книге, которая сейчас у нас называется «Второзаконие». Причем, когда Моисей излагал разные пункты закона, он их разлагал с тем прицелом, что, войдя в землю ханаанскую, евреи уже не будут кочевать, они будут находиться на одном месте, вести оседлый образ жизни. Поэтому некоторые законы были слегка скорректированы и, в общем-то, система, в которой они приводятся, тоже отличается от той последовательности, которая имеется в предыдущих трех книгах пятикнижей. Поэтому понятно, по какой причине слегка отличается формулировка десяти заповедей в книге «Исход» в двадцатой главе и в книге «Второзаконие» в пятой главе. Каковы же эти отличия? Во-первых, отличия в заповеди о субботе. В книге «Исход» используется выражение «Помни день субботний, чтобы светить его». Исход двадцатой главы, восьмой стих. В то время как во «Второзаконии» «Храни» или можно даже перевести «исполняй день субботний, чтобы светить его». Смысл заповеди не меняется. Однако при этом более приобретается ярко выраженная мысль о том, что необходимо прекратить всякую деятельность, всякую работу. Не просто помнить, но даже и исполнять категорически на деле данную заповедь. Кроме того, именно эта заповедь о субботе претерпела изменения в своей аргументативной части. Потому что если в исходе соблюдения заповеди аргументируется тем, что в шесть дней создал Господь небо и землю, и все, что в них, а в седьмой почил, то «Второзаконие» указывает на другую причину, по которой необходимо соблюдать субботу. Помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукой крепкой и мышцей высокой. То есть если в книге «Исход» идет богословское обоснование, то в книге «Второзаконие» еще дано и практическое. Ты был рабом, а теперь свободный. Поэтому и ты отдыхай, и пусть отдыхают твои рабы, но при этом ты святишь этот день и святишь себя, ты почитаешь Бог. Другое важное отличие между текстами «Десяти заповедей» в книге «Исход» и книге «Второзаконие» содержится в тексте последней заповеди, которая запрещает незаконные желания. В «Исходе» говорится «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Но в данном случае под «домом» еврейский термин «байт» подразумевается непривычное для нас с вами строение, дом как некая постройка, а подразумевается административная единица, административно-хозяйственная единица. «Дом» – это прежде всего человек, который является главой семьи, его семья и его хозяйство. И поэтому сначала указан дом, а потом все, что с этим домом, с этим хозяйством соотнесено, поэтому жила жена и стоит на втором месте, не желая дома, то есть вот всего хозяйства, со всей семьей, в том числе не желая жены, ни раба, ни рабыни, ни вала, ни осла и так далее. Но в книге Второзакония несколько переосмысленно. Мы с вами знаем, что вообще еврейский закон очень высоко ставит статус женщины, поэтому в книге Второзакония данный заповедь начинается уже именно с указания на жену. Не желай именно жены, а потом уже дом, раб, вол и так далее. Это, с одной стороны, для нас важное замечание, но для древнего мира это практически синонимичная формулировка заповедей. Классификация десяти заповедей в разных традициях. Текст заповедей, произнесенных Господом и записанных на скрижалях, как мы уже сказали, содержит десять повелений. Но на самом деле, если считать, сколько там вот именно повелений, сколько императивов или сколько пунктов, то можно насчитать или четырнадцать, или даже пятнадцать, в зависимости от того, по каким критериям подсчитывать. Но поскольку само Священное Писание указывает, что это асэрид гадварим, это десять слов, десять повелений, то уже начиная с глубокой древности выделяли именно десять заповедей. Однако существуют две основные традиции. Первая традиция древнееврейская, которая была принята на Востоке и, соответственно, является традицией православной, в том числе русской православной церкви. Это одна классификация заповедей. Другая традиция это традиция западная, которая принята в римокатолической церкви и классификация там иная. Поэтому, если кто-то из вас спросит «Ну ты же знаешь, какая седьмая заповедь?» То, конечно, нужно сразу ответить «В зависимости от того, в какой традиции ты эту заповедь рассматриваешь». Первая традиция древнееврейская и, соответственно, наша восточно-православная нашла отражение у Филона Александрийского и у Иосифа Флавия и закрепилась, кроме того, в раввинистическом иудаизме. Это следующая классификация. Первая заповедь «О единстве Божием и поклонении Ему одному» «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь «Запрещение изображать небесные объекты и живые существа для служения им». «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вино отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Третья заповедь «Запрет произносить имя Божье напрасно. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Четвертое «О соблюдении субботы». «Полни день субботний, чтобы осветить его, шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай в он никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо шесть дней в шесть дней создав Господь небо и землю, море и все в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Пятое «О почитании родителей». «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Шестая «Не убивай». Седьмая «Не прелюбодействуй». Восьмая «Не кради». Девятое «Запрет лжесвидетельства». «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Десятое «Запрещение домогаться чужой собственности». «Не желай дома ближнего твоего». «Не желай жены ближнего твоего». «Не раба его». «Не рабыни его». «Не вала его». «Не осла его». «Ничего, что у ближнего твоего». Таким образом, когда мы с вами читаем произведения древних церковных авторов и уже православных богословов, дореволюционных, современных, то, как правило, мы имеем дело именно с этой классификацией десяти заповедей. Но в западной традиции и в современной римно-католической традиции имеется несколько иная классификация, которая восходит к блаженному Августину Японскому. Что произошло в этой другой классификации? Наши восточно-православные первая и вторая заповедь мыслится как единая заповедь номер один. То есть заповедь о единстве Божьем и запрете изображать живые существа это цельная заповедь в католической традиции. И в таком случае первая заповедь у них звучит так «Я Господь Бог Твой Который вывел Тебя из земли египетской из дома рабства да не будет у Тебя других богов пред лицом моим не делай себе кумира никакого изображения того что на небе верху на земле внизу и что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им ибо Господь Бог Твой Бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящих меня и соблюдающим заповеди мои соответственно древнееврейская и восточно-православная третья заповедь это заповедь номер два у католиков наша четвертая заповедь номер три у католиков и так далее и наконец мы приходим к тому что наша заповедь номер девять это заповедь номер восемь у католиков и что же делать дальше остается только одна десятая заповедь и вот в этой ситуации происходит разделение расщепление восточно-православной десятой заповеди на две заповеди в католической традиции номер девять и номер десять как же выделить из одной заповеди два для этого необходимо обратиться к тексту книги второзакония где помните мы сегодня с вами об этом говорили сначала упоминается жена хозяина дома а потом уже сам дом как хозяйство и все принадлежности этого хозяйства раб рабыня вол осел и так далее и поэтому получается что у католиков в их традиции заповедь номер девять не пожелай жены ближнего твоего а номер десять это уже не пожелай дома хозяйства рабов волов и так далее если говорить о последней заповеди мы можем предположить что данное разделение на две в католической традиции совершенно не случайно потому что будь это заповедь номер десять у нас или заповедь номер девять и десять у католиков она несколько отличается по своему характеру от всех предыдущих заповедей перечисленных до этого ведь предыдущие заповеди ясно указывают что делать или что не делать то есть разрешают или запрещают конкретные практические действия конкретные поступки а вот эта заповедь она ставит барьер ставит заслон на умственном уровне на уровне мотива на уровне намерения то есть ты не должен даже пожелать жены ближнего твоего а тем более не должен пытаться ее домогаться ты не должен желать дома имения твоего ближнего а тем более предпринимать какие-то практические шаги и конечно когда мы смотрим на эту последнюю заповедь то мы говорим она является своеобразным мостиком из ветхого завета к завету новому потому что когда Господь Иисус Христос в нагорной проповеди будет говорить блаженны те кто имеет определенное состояние духа и души нищие духом блаженны плачущие миротворцы то как раз вот это описание Господом духовных состояний есть не что иное как выход на новый уровень но этот новый уровень уже предполагает заповедь номер 10 большое спасибо за внимание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео у оцени и оцени Продолжение следует...